но здесь есть опять-таки такое слово нельзя радоваться нечестно таким образом если человек радуется нечестно специально заставляя или обманывая свою душу очень быстро происходит истощение человека и появление заболевания в чем же особенность вот этой душевной радости она появляется от трех компонентов которые должны присутствовать человеческой жизни это осознанность выбора то есть тот момент когда человек страдает он должен переключиться на то что он видит то есть ой как я страдаю этого нет он козел и так далее ой красивый шар ой там хорошая стена или там такой потолок или там выглядываете в окно люди идут они торопятся на работу то есть вы пытаетесь каким-то образом работать над своим сознанием своим сердцем убирая возможность дальнейшем мутировать в сторону вот такого негатива естественно не забывайте что вторым и третьим компонентом является удивление и восхищение естественно эти три компонента звучат так нужно видеть окружающий мир восхищаться окружающим миром и удивляться от того что в этой жизни с вами происходит если эти три компонента есть они создают радость душевную которую потом не нужно будет придумывать и специально корчить растягивая свое лицо как у гумплина виктора гюго да очень легко попасть плохое настроение это может сделать голод гормоны и безденежье в этот момент и необходимо найти то что я называю радостью сердечной что такое радость сердечная это радость когда человек живет для кого-то радость сердечная она возникает если человек найдет ради кого он живет в этот момент смотрите человек может быть голодный у него может быть плохое настроение у него могут гормоны работать что-то болеть и в этот момент радость невозможно но в этот момент человек может себя переформатировать если он найдет радость сердечную радость сердечная она может быть проявлена ради кого человек живет ради идеи она может быть проявлена для детей ради детей ради родителей ради идеи мира он может жить ради там счастливого будущего ради вера в бога ради счастья какого-то он должен найти какую-то веру радость сердечно это дети близкие бог эзотерика это может быть свет ради того чтобы видеть солнце можно жить понимаете то есть ради чего-то человек может жить смотрите радость это свет почему посмотрите когда светло то люди греются на солнышке греются помидоры растут растут а а пчелки мед приносят приносят тогда свет дает что человеку свет дает жизнь человеку правильно поэтому все люди живущие на земле это люди дня или люди света свет есть такие слова гребенщиковых когда-то спел даже бог есть свет и в нем нет никакой тьмы вот смотрите радость это свет человеческий таким образом человек всегда выбирает добровольный выбор прожить по принципу светлого человека и прожить по принципу темного человека принцип жизни темного человека это искать возможность мы то есть искать возможность там критики кого бы унизить где бы конкурировать с кем бы там начать конкурировать кого бы обвинять поиск бесконечного бесконечных претензий свет это бесконечная радость таким образом если человек говорит я человек света я живу ради света то это человек живет так что вокруг него появляется радость не нужно радости своей говорить будь